Присаживайтесь. Значит, моя мама. Да, давайте сейчас мы их отсканируем. Несколько черно-белых снимков мамы Нина Васильевна Капитурова бережно хранит много лет. Татьяна Ивановна Шульгина в годы войны трудилась на заводе. Делала снаряды для военной техники. В Чапаевске девочка работала на заводе. Делала, в общем, снаряды. Короче говоря, они выходили, говорят, все желтые оттуда. Потому что порох проедал даже все. Аж мурашки. Я не могу. Только в один пункт приема фотографий в Самарском районе поступило порядка ста снимков. Горожане живо откликнулись на призыв принять участие в акции памяти «Бессмертный полк». Фото приносят разные. Некоторые приходится сначала реставрировать. Там был же запоражен мужчина, фамилия, сейчас не помню, конечно. Вот. Ну, герой. То есть, меня поразило то, что у него было очень много орденов. Там все, буквально места не было. Бывает, да, что фотографии принесут довольно-таки старые. Они уже и от времени потеряют уже внешний вид. Приходится, да, немножко дорабатывать. Пункты, где всем желающим помогут подготовиться к акции, открыты во всех районных администрациях города. Отсканировать и заламинировать фотографию можно бесплатно. Принимают снимки до конца рабочей недели. 9 мая с черно-белыми фотографиями в руках горожане пройдут по площади Куйбышева после Парада Победы. В этот же день к шествию «Бессмертного полка» присоединятся и другие регионы. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.